всем привет с вами андреев наш это пиксель данжен прохождение гладиатора мы продолжаем адскую локацию проходить мы остановились на том что готовились к прыжку давайте убедимся в том что мы исследовали большую часть этажа мы не исследовали но давайте ее исследуем так уж и быть я просто думал что прыгать но видимо это игорь у нас проецирует а нет это гигант что вы понимали гиганта нам будет очень тяжело убить я даже честно говоря не знаю что по сути мы не убьем скорее всего нам нужно просто чтобы он подполз давайте нанесем ему матчевский удар гиганты как вы понимаете если жирные даже 26 удар натиска ему не хватило чтобы сбить его хп поэтому настакиваем его еще больше давайте посмотрим я максимально на прокачал на 45 я прокачал максимум не стану этого не хватает избавиться от жирных чемпионов мы смогли 38 у нас настакалась давайте заберем свиток это зеркальные копии давайте просто пробежимся через мир посмотрим злобоглаз я думаю мы его просто пробежим тут как вы видите ничего нет даже можно было не смотреть ну ладно не страшно собственно возвращаемся тогда злобоглаз и нам телепортировали оружие наше это очень плохо а я вижу свою перчатку блин как неудачно встал ну ладно используем героический прыжок для того чтобы докладнуть свои перчатки надеть ее собственно мы готовы к прыжку максимальная страда мы начинаем прыгать мы прыгаем мы прыгаем на кровотечение посмотрим на кровотечение дот сколько дает 10 единиц урона этого достаточно много давайте используемся немного раз заимпать себя чтобы сбить дот ну выдали некоторое количество предметов давайте так же положим хотя руку забили об этом вопросе плохо потому что как только мы перестанем получаете опыт рук изобилия для вас будет бесполезен мы можем некоторые количество еды положить него то есть ему осталось два давайте положим все собственно все рук изобилия готов наша задача в первую очередь уничтожить рассадник демона находится рядом с нами даже далеко идти не пришлось что удобно давайте мы стакаем урон может демона заодно побить чтобы он не расслаблялся но нам эффективнее убить рассадник демонов на рассаднике демонов мы настакаем сейчас урон и просто обрушением навесем аксиум урона кто выжил молодец кто не выжил но это ваша проблема собственно мы получили исцеление смотрим что у нас тут присутствует еще на самом деле уровень очень маленький я бы даже сказал он мизерный присутствует воздух очень много воздуха также присутствует комната смешная комната присутствует вы понимали почему смешная ускорение очищения забрали а здесь присутствует комната ускорялки но тут стоит призывающая ловушка можно деактивировать конечно в этом вопросе тут нет проблем давайте посмотрим что это за зелье они охраняют зелье силу но это по ней ежу понятно что они боевого дефали потому что зель и сила это сила как видите народу скучковалось достаточно много опа у нас тут скорпионы и они с ним развлекаются нам нужно включить свет капец тут народу дадим им всем ужас дадим им всем ужас ты прям с первого удара очаровала какая же ты везучая гнида а нам просто не повезло на самом деле забили мою суккуба давайте его натиском убьем если получилось убить натиском что-то я неудачно встал ладно порвали пензели логанский антимагическое чудо как вы понимаете антимагическое чудо нам вряд ли что тут можно сделать но все таки они достаточно тяжелые пройдемся в следующую комнату как вы видите тут присутствует таракан давайте от него избавимся на ринжа для нас он очень опасен блин то вот эта гнида просто стоит видите да нам нужен свет у нас присутствует зелий стиль давайте его выпьем обрушение нашли зелий левитацию собственно воздух нам не интересен давайте собственно обойдем призыв ловушку можно деактивировать но можно призывать давайте призываю какая грязь ну это злобоглаз чтобы вы понимали на самом деле нам то и вовсе это не 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 Убьем натиском, убьем, 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 убьем. Нас замедлила. Ооооо. Оооо. А чтоб вы понимали, что происходит, там идет красный чемпион. Один из самых опасных и самых мерзких чемпионов, которые все присутствуют в игре. Нашли сон, хорошо, можно было красного чемпиона успеть. Собственно, ловушка бега. Ловушку бега можно пройти также с помощью призрачных цепей. Они, правда, очень низкоуровневые, но нам их должно хватить в теории. Да, нам их хватило ровно-ровно. То есть цепи нам сослужили свою службу. Мы даже часового, по сути, не задействовали от слова совсем. Уровень, собственно, смотрим, у нас присутствует закрытая дверь, и вверх мы еще не исследовали от слова совсем. Вот, поэтому наша задача исследовать по возможности вверх. как можно меньше урона при этом получить. Видим скорпиона. Ну, скорпиона это гнида такая, которой, как видите, у нас урона немного. Но нам не важен урон, потому что мы играем от защиты. Сейчас мы умеем на стакаем урон. Сейчас мы умеем на стакаем урон. Опыт. Давайте убьем это существо. Обратите внимание, нам 30 единиц урона не хватило, чтобы его убить. На самом деле это очень смешно. Гнусномок мы даже поднять не можем. Настолько у нас много всего. Это же точно прям удивительно. У нас просто очень много предметов, из-за этого мы даже что-то поднять не можем. Надо что-то выкинуть. Тут, наверное, алхимика нет, да? Ну да, самое интересное, оставил с собой брать алхимика. Нечего момента не подумал. Нечего момента не подумал. Нечего момента не подумал. Не подумал. У нас 6 лифтов превращения. Можно уже превратить. Он дам вам чашу. Чаша будет более полезной, чем рук для нас. Хотя давайте сначала сделаем следующим образом. Сначала поведим полностью. А потом просто переоденем. Нам не дают возможность гнусномок использовать. Нам нужно что-то выкинуть. Давайте выкинем расколотый горшок. Уже не спящий. На самом деле он активируется. Думает, что он самый умный. Давайте докажем обратное. Убиваем его. Он нам дал камень взрывом. Этот, как видите, нам не идет. Используем, собственно, трансмутацию для того, чтобы продать все не нужно. А как вы понимаете, удача на нас, по сути, больше не нужна. Потому что она нам ничего не даст по своей сути. Потому что мы больше опыта не получаем, как видите. Хотя, по идее, скорее всего, у Скорпионов должны опыт получать. Ну, что-то как-то мы их очень мало получаем опыта. Еще один рацион пищи. У нас еще один ключик присутствует. Давайте пробежимся ключик. Активируем. Ну, конечно, кто б сомневался, что ты тут нарисуешься. Давай, лети сюда. Нам еще дали рассеивание меча. Ну, на самом деле, нам рассеивание меча бесполезно. Камень обезврежен, но просто кластику нет у него. Давайте вместе с вами тогда сделаем следующим образом. Нам просто некуда класть все. Нам нужно расщепить вот этот предмет. Поднять камень обезврежен и двигаться дальше. Посмотрим, открыт ли у нас последний окей. Да, у нас он полностью открыт. То есть, нам мы можем двигаться на последний этаж. Как видите, злобоквас проснулся, нас увидел. Нам нужно просто рукой помахать, потому что он вымас еще быстрее его. Как вы понимаете, у нас амфибия, но амфибия не всегда будет нас выручать. Как вы видите, тут присутствует Скорпион. Но нам нужно поменяться с ним местами, по идее. Чтобы нам было более максимально профитно. Собственно, избавились мы от Скорпиона. Ну и все. 28 уровень. Мы едим уровень 1. Съели. Едим уровень 2. Едим уровень 3. У нас максимальный 30 уровень. Мы выпиваем зелье эликсиром антучества. Оно прокачает. Также можем еще... Призминание. Ну и, собственно, вот этот вверх. На него не хватает кнопки нажать. На этом, скорее всего, надо полноэкранный режим убирать. Да. Сейчас должно хватить, по идее. Да. Ударной волны. Возвращаем там микронный режим. Вот как-то так. Ладно. Всем... В принципе, удача нам больше не нужна, потому что она нам не даст ни опыта, ни чего. Поэтому, в принципе, камень удачи, который у нас присутствует, мы можем превращать во что-то другое. Это две скорости. Это, на самом деле, скорость в любом случае пойдет. Поэтому оставляем скорость. Я боюсь представить, как этот этаж будет проходиться. Я пробежал, да. А теперь у нас скорость 326. Ну, удача у нас бесполезна, потому что... Ну и, кстати говоря, у нас присутствует мимик. Мимики для нас тоже будут бесполезны. Можно пробовать его превратить во что-то другое. Ничем дотворная смола. Ну, для нас она бесполезна, я тоже. Она на прохлятые палочки. У нас нет кохлятых палочек от стола совсем. Присутствует осколок небытия на данном уровне. Аксессуары шанс выполнять сокровищ из врагов. В круге четырех предметов. Осколок также потрачивает фактическое опознание экипировки. Но с его помощью можно вручную опознать о нем, который уже готовы к этому. На самом деле, осколок небытия интересный предмет. Это как удача, только более кастрированная версия. Еще посмотрим, что-то полезное на уровне. Соль. В данном этапе увеличить ваше время сытости на стол, но уменьшить доставление здоровья на 75. Для нас это и хороший предмет. У нас присутствует чаша, поэтому она, в принципе, все равно. Ну, я думаю, можно будет двигаться. Единственное, что я думаю, можно было бы на амфибию еще улучшить. Или бы удачу поменять. Но, опять же, смотря что там дадут. Просто удача в любом случае не будет выпадать. Потому что выше 30 уровня у нас не получится раскачать. Поэтому удача для нас будет бесполезна. Давайте попробуем прокачать что-то еще. Огонь, что ли? Нафиг он нужен? Огонь ужасен, чтобы вы понимали. Сейчас что-то будет другое. Сейчас опять удача, да? Но, как вы видите, нам не повезло. И у нас выпала все-таки удача. Ладно. Нам не везет в этом вопросе. Собственно, мы пробежали. А, нам же еще один этаж надо пробежать. Я аж пропутел. Давайте посмотрим. Да, блин. А я что-то думал, что на всю. Ну ладно, я. А я что-то думал, что мы уже пробежали. Ну ладно. Сейчас по-быстрому тогда пробежим этаж. Сейчас у насạх идёт. О. УАНСА Ну ладно как парень и пор 소 ded Ну, конец скорости атаки, скорость атаки просто со скоростью атака. Я что-то думал, что мы уже пробежали, а не смотри, удача еще работает, я рано ее отключил, что получается. Удивительно. Просто у меня максимальный тридцатый уровень, поэтому я, если говоря, удивлен, почему она работает. Я просто думал, что он на тридцатом уровне удачи не работает, но как-то видите, я ошибался. Давайте посмотрим, что у нас там, в идеале включить свет. Ну, собственно, чтобы пройти текущий этаж, нужно использовать левитацию и телегендический захват. но у нас нету, потому что у нас нет алхимика, поэтому мы пройти этот этаж не сможем, скорее всего. Либо использовать два зелья левитации. У нас четыре, в принципе, можно пройти. Проблема в том, что у нас ограничение по слотам, то есть у нас всего два слота, два места. Там очень-очень много нужно будет расщеплять. На самом деле последний уровень интересный в этом вопросе. Я просто думал, что мы уже вместе с вами все пробежали. Видимо ошибся. опознание, исцеление, рассеивание. Ну, как я понимаю, у нас, а нет, алхимик будет у нас еще есть. Ну, в принципе, раз алхимик будет, то можно нам что-нибудь прокачать еще дополнительно. например, какое-нибудь рассеивание. Забрать свитки, в общем. Бурдюк заполнил. Это говорит о том, что нам рассинки больше нет смысла собирать. Забрали левитацию. Толкнули таракана. А, собственно, последний алхимик. На самом деле нам повезло, что он именно здесь присутствует. Просто присутствовал бы он в другом месте. Нам бы, скорее всего, не повезло. Давайте попробуем вместе с вами прокачать эликсир водной регенерации. Ненужный камень, например, стадо. Сделаем немножко себе расщепителей. Проклять экипировку, в принципе, можно. Я думаю, мы удачу вместе с вами поклянем сейчас. Я просто, что-то говоря, подумал. Дротики нам, в принципе, не актуально. Можно было, конечно, прокачать смолу. У нас очень много палочек. Мы их, наверное, начали опознать. У нас по палочкам откровенно все не густо. Вы делали прокачать себе, собственно, этот. Как он называется. Давайте вместе с вами так сделаем. Прокачаем вместе с вами броню еще на плюс 2. Пускай она будет максимального уровня. На собственном примере. Тринадцатого уровня. Также давайте возьмем анг. Это не анг, а анг. У нас также присутствует сон. Поспать у нас вряд ли удастся там. Поэтому давайте воспользуемся сном, потому что будет спить большинство врагов. Также поставим агрессию в одну штучку. Клонированных ребят нам они от слова совсем не нужны. Нам также очень нужна защита хотя бы на пару пунктов. Но для этого нам нужна энергия. Энергия давайте возьмем из имментального. И, собственно, из обычного. Вдем защиту раз. Защита возьмем два. Выпиваем защиту. У нас очень много урона сейчас будем получать. Выпили зелье защиты и укололись. Выпили зелье защиты и укололись. Ну, как видите, практически под 200 урона. У нас очень мало хилок осталось, 8 штук. Вот, в принципе, давайте вместе с вами одну расщепим. Фарализующую одну сделаем на природную броню. Идеально ускоренку еще здесь сделаем. Побыстрее, чтобы двигаться. Есть такой пункт. Холод. Он нам особо не нужен. Но в теории можно огненных этих элементалей покидать в них что-нибудь. Расщепим, собственно, вегетацию. И с помощью... Попробуем себе еще сделать водянистость. Закидаем в воду. У нас присутствуют семечки. Давайте открыть большинство их и избавимся. Вот, например, телепортацию. Нам не хватает еще две. Давайте какую-нибудь от какой-нибудь избавимся. Например, от яда. Сделали себе еще немножко водянок. У нас присутствует очень много камней ясновидения. Такой вариант, можно их тоже избавиться. У нас присутствует... Давайте эти расщепим просто тупо. Получить немножко энергии. Опознание для нас оно, в принципе, не актуальное. Поэтому его можно расщеплять тоже. Либо можно зачаровать палочку. У нас же присутствует, как вы понимаете, две палочки. Одна на плюс 3, другая на плюс 1. Мы, в теории, плюс 1 палочку можем еще больше зачаровать. Давайте подготовимся еще больше. Туман, огонь, яд есть. Скорость, яд есть. Хлубы, ревитация есть. Хлубы, яд есть. Хлубы, яд есть. Можно боковый телекинетический захват еще сделать. Давайте попробуем вместе с вами это сделать. Он делается из телекинетический захват. Вот он, собственно, из 10 жидкого металла. Им нужно 10 единиц энергии охренеть. Для этого нам нужно расщепить летательное оружие, которым мы не пользуемся. Жидкий металл мы получили. Также можно и этот расщепить. Баланс является одним из лучших по замедлению. Телекинетический захват нам нужно, собственно, здесь бить энергию. Ищем энергию. В размере 10 единиц. 10 единиц. Собственно, телекинетический захват есть. Можем сбегать, забрать. Собственно, здесь предметы. Давайте попробуем. Рыбка проснулась. Как вариант, можно рыбку тоже убить. Если, конечно, она не призрачная. Ну, я думаю, она не сильная, но актуальна. Давайте просто пробежим мимо. Наша задача активировать. Ну, понятное дело, что мы собраться не пойдем. У нас упознание и магическая карта. На самом деле, магическая карта нам не актуальна. проще возьмем лечилку. Так, еще один колечко найдем. Собственно, злобоглаз. Собственно, взлетаем. Убеждаемся в том, что у нас есть телекинетический захват. У нас 16 штук. Взлетаем с помощью зелени. Убеждаемся в том, что у нас есть место. Взлетаем, встаем на центр. Используем телекинетический захват. На ключах раз. Забрали. Забрали, собственно, все. У нас деактивировалась последняя. Давайте что-нибудь сюда поставим. Например, броню. Для того, чтобы мы могли перепрыгивать через цели. Посмотрим. У нас еще есть с правой стороны место, куда мы не ходили. Давайте туда сходим. Блин, как это неудачно стало. Он очень удачно решил прыгнуть. Нашли улучшения. Это очень хорошо. Как вы видите, суккуб слишком вдумчивый. Нас еще плюс очаровал. Давайте обломаем суккуба. Мы видим, что здесь присутствует слабоглаз. И он как раз стоит на том месте, куда нам надо идти. Давайте его ослепим. И вообще можно его отсюда избавиться от него. Все. Мы получили последний ключ. Мы в ужасной позиции. У нас присутствуют клюги. Давайте откроем последний ключ. Заберем силку. Посмотрим, что было за последнее изделие. Это был опыт. Все. Мы можем уходить. Мы все исследовали. А, кроме одного. Две комнаты. Это, собственно, у нас антимагический чемпион. Сделали, чтобы забежать. Продать ненужное калхимику. Можно, в принципе, бежать дальше. Как видите, слабоглаз нас увидел. Давайте подождем. Видим, нас идут. Тоже увидел. Слабоглаз увидел. Они прям нас все дружно почему-то решили именить. Так неожиданно. Так неожиданно. Мобов очень много. Мы, в принципе, добежали, куда нам нужно было. Поэтому нам все равно на этих обувь. Вот. Как-то так. Все. Все.